Друзья, всем привет! Приветствую вас в новом видео. Сегодня я нахожусь в Ванкувере. Это технологический институт, который называется BCIT, так он называется British Columbia Institute of Technology. Наверное, ведущий технологический институт может быть в провинции, один из в Канаде. И я встретился со знакомым, с которым мы, Андрей, с тобой достаточно давно уже как-то все пытались встретиться. Никак у меня не получалось, несколько раз срывалось, поэтому сегодня получилось встретиться. Мы находимся в абсолютно новейшем здании, кампусе института, который только построен. Здесь еще даже никто, я так понимаю, еще не обучается. Да, пока что только рекламу снимают и для всякой там прорекламировать этот комплекс, кампус. Очень здесь приятно находиться. Давай пообщаемся, поговорим о том, что это за институт, кем ты здесь работаешь или обучаешься. И вообще, как ты сюда приехал, почему ты сюда приехал? Так, ну ты меня приставил? Ты можешь приставиться, да, еще раз. Меня зовут Андрей Лойков. Вообще, я из маленького города Бадайбо, можете загуглить, интересное место. Сюда приехал меньше года назад, в прошлом августе, в конце августа и именно на программу магистратуры по строительной физике. Как бы это странно ни было. Вот, заканчивал вообще обучение как бы по северному инженеру в Новосибирске. Провел там пару лет по работе и вот решил, что пора двигаться уже где-то дальше, но как-то дальше, где технологии более развитые в каком-то плане. Где-то, возможно, наши даже советские технологии еще держатся в плане панельного там и так далее. Вот какие-то технологии, которые именно идут много со временем и здесь место более чем подходящее, потому что обычно в месте, где больше всего проблемы и больше всего развивается вот это именно отделение науки. Здесь в Ванкувер все гниет абсолютно, все из дерева, нужно как-то с этим работать и вот именно с движением этих новых технологий здесь развилось это достаточно хорошо. BCIT по своей сути, ну, как и большинство институтов, наверное, базируется больше на каких-то дипломных программах или там какие-то бэтчерлс, возможно, им разрешают. А BCIT есть еще и магистратура программы, это, по-моему, построительная физика и какая-то еще связана с окружающей средой, восстановление окружающей среды, по-моему. Вот. Разницу, которую я заметил между университетами и, допустим, институтом, я, наверное, не буду сильно сравнивать с российским даже университетом, потому что, ну, это где-то вот, наверное, третья ступень, вторая ступень – это университет в плане от программ. И почему я ставлю, например, эту программу чуть выше? Потому что преподавателей больше, наверное, разрезанные руки к тому, как эту программу быстро, возможно, изменить можно. И почему мне, например, не знаю, каждый раз получаю удовольствие от каждой лекции, потому что есть и guest lectures, которые просто приходят и рассказывают, как бы, это обычно не какие-то пизде, а вот именно инженеры, которые это проводят. То есть практики? Ну да, как бы, если у университета, там, у института нет доступа к какому-то, не знаю, программному обеспечению, то может прийти какой-то инженер, который может это использовать и, как бы, показать уже такой большой опыт. Вот, именно как программа меняется каждый год из того, что она идет со временем, ну, это огромный плюс именно в программе самой. То есть она всегда актуальна, да? Ну да. В реальной индустрии. Вот, как бы, это было такое основное, то, что вот программа по цене абсолютно устраивает, потому что у меня часть, которая состоит из исследования, год курсов и год исследования, поэтому цена, ну, как для местных, можно так сказать. У тебя, то есть получается, thesis-based, да, программа? Да. То есть ты пишешь исследование, и потом защищаешь это? Ну да, у меня сейчас заканчивается учеба в конце этого месяца, и у меня целый год просто на исследования, чтобы меня его выполнить. Может быть, кому-то будет интересно, что за исследование ты будешь делать, в какой области, в честь чего касается исследования? Это, я знаю, очень узкий вопрос, но тем не менее. Узкий вопрос и сложно объяснить будет, особенно по-русски, так что не злитесь. В основном это вентилируемый фасад и используем вентилируемый фасад для вентиляции. Именно, то есть, игра там со слоями, что именно между, какая там термалмаз посередине там стоит, но там много вариаций, на самом деле, тема именно в этом. Как ты можешь, естественно, охлаждать, вентилировать места, потому что проблема, когда ты делаешь очень утепленные здания, тебе очень сложно его охладить. Потому что такой парниковый эффект образовывается, да? Ну, по сути, да. Это, как бы, большой такой термос, и что ты в термос, как бы, положишь, в этой проблеме. Зимой в этом проблемы нет, потому что ты его отапливаешь, и он держит это все. А летом, когда, особенно в BC, именно такие периоды, когда бывают и плюс 40, и ты не можешь, как бы, ну, по идее, прочитывать, что ты должен охладить дом ночью, но когда у тебя суперутепленное здание, оно не охлаждается ночью, и тебе нужно его вентилировать. Вот. И как можно обыграть это именно с естественной вентиляцией, вот это такая, ну, одна из, можно, исправлений исследования. А вот интересно, в вашей, там, программе обучения, да, и вообще в вашей, вот, исследовательской деятельности и обучении других, вот мы потом дальше будем говорить о том, что вы обучаете не просто студентов, а уже и действующих инженеров, там, да, проектировщиков. Технологии и материалы, которые, с которыми вы работаете, они, вы уже работаете с готовым или вы, в том числе, участвуете, может быть, с производителями материалов в изменении каких-то технологий именно? Ну, вот, моя тема исследования, она определенная именно. В чем особенность именно строительной физики, я бы сказал, что есть множество направлений, в которые ты можешь пойти. Это, не знаю, вентиляция, строительные материалы, что-то еще там целое, целый лист, можно сказать, тем, в которые ты можешь пойти. И также есть студенты, которые исследуют, и строительные материалы, то есть там называется хемкрит, это, по сути, как, ну, по сути, как конопля с цементом, с такие вот блоки полурастительные, можно сказать. Именно их испытания, именно нахождение правильной формулы, именно для других. Вот, есть еще остальные исследования, но там вот я не всех, как бы, знаю, мы не часто встречаемся таким, на такие обсуждения, и части еще и секретные бывают. Вот, а в плане технологии, видишь, чем интереснее было, например, для меня учиться здесь, потому что нам рассказывают на лекции, смотрите, какое у вас техническое здание, как оно классно построено, показывают все эти слайды, ты садишься, не знаю, на велосипед, едешь 10 минут, вот оно, это здание. Ты его трогаешь, находишь даже какие-то изъяны в нем, для себя там запоминаешь. Вот, что у меня было как бы до этого, мое образование, ты также смотришь эти слайды, и это где-нибудь там, не знаю, Дубай, Финада, США, Финляндия, вот, и вы посмотрели красивые картинки и пошли домой, и вообще ничего, как бы, Мечтаете дальше. Ну, да, как бы, мечтаете дальше, что когда-нибудь это увидите. Вот здесь ты, как бы, все это видишь, и в этом такой огромнейший плюс этот скитал. В целом мы сидим, да, вот в этом здании, и можно считать таким достаточно высокотеоаналогичным. Современно очень. Если посмотреть, да, вот именно по проекту, естественно, оно выглядит великолепно, и здесь будут располагаться именно медицинские все профессии, которые обучаются. И здесь вот прямо в плане технологий здесь будет пять звезд, потому что все лаборатории, они все, естественно, весь эквипмент здесь все завезен, естественно, все самого высокого качества, и ясно дело бюджет для преподавания, потому что для институтов по сравнению с университетом еще одна такая разница – это, наверное, преподаватели, потому что средний преподаватель в университете – это обычный исследователь, который именно в этом университете работает, проводит исследования, у него полная ставка. Работники здесь – это чаще всего инженера, которые уже отработали там 5-10-15 лет, и вот они приходят как бы преподавать именно. И вот именно на медицинские профессии здесь сейчас будет, я думаю, раздутый такой бюджет именно для поиска хороших преподавателей, именно для их увлечения. Поэтому сейчас что-то такое, будет очень важное направление здесь BCIT. Чем еще я знаю, BCIT именно прославился немножко – это именно программы все связаны с маркетингом, и вот строительная часть, но это вот именно связано с столярным, сварщиками. Деревообработка вся, да? Да, все вот эти рабочие профессии, можно сказать, они все в BCIT отсюда. Именно. Интересно. Мы сейчас находимся в лаборатории высокоэффективных зданий, и здесь в основном проводятся курсы переобучения для строителей уже здешних. Есть, конечно, курсы, которые для начинающих курсов, для вечера, в основном для столяров, что можно здесь понять. И сама постановка класса, что у нас есть зона, которая сзади, она используется вообще для практических занятий, потому что здесь проводится, можно назвать это тимбилдинг, потому что в них участвуют и маркетологи, и все подряд из компаний. И как это работает, что здесь они проводят по сути хендзон, это рабочая зона. Здесь, как пример, можно привести такую постройку. Это был постройщик, который имел определенный проект и хотел обучить просто своих инженеров и суперинжентов, как это должно быть построено и на что именно смотреть, на какие политические детали. И они вот оплатили, чтобы мы построили такую модель зданий, и она как-то чуть-чуть упрощенная, но описывает все соединения в здании, как важные, назовем это слоями, переходят один в другой, как защитить это в основном влаги, потому что это Ванкувер. То есть, по сути, вот так вот они потом и будут строить здания, да, с такой структурой, с такими компонентами? Да, просто вот мы взяли именно критические детали, где одно, например, попрытие переходит в другое, и как провести это, как транзировать это одно в другое, как провести соединение именно вентиляционное, как там переходит в обычное металлическое кирпичное, потому что они решили использовать кирпич. Вот, именно показать им здесь, чтобы им это было и самим как бы интересно и познавательно, и был от этого какой-то вообще положительный исход. А может быть такой, Андрей, что, условно говоря, есть проект, инженеры все это разработали, архитекторы, да, но в ходе там вашего строительства вы даете какой-то свой там рекомендации по улучшению или по каким-то изменениям? А так обычно и бывает, они чаще всего даже сами находят эти изменения, потому что архитекторы не всегда понимают, как это должно быть построено на деле, и именно в обсуждении, то есть здесь два окна, почему их два, потому что одну систему, по одной системе они будут ее устанавливать, по другой системе мы считаем, что это лучше как бы. И именно здесь в классе от этого идет как бы все это обсуждение и показывание именно деталей мелких, и они сами начинают предлагать варианты, как это еще можно сделать, и начинается обсуждение и какое-то бурление, потому что когда это один архитектор в одном кабинете, он не всегда там знает другого в другом кабинете. Да. И здесь вот как раз место, где их можно собрать все вместе, и они могут вот отсудить. Круто. Вот. А чаще всего проекты здесь также работают не только с компаниями, но и компаниями как BC Housing. И в принципе они чаще всего спонсор, как и One City, как и BC Housing. И в основном это программы для обучения именно строителей и инспекторов, например, на Vancouver Island. У нас сейчас совместная такая работа с ними идет. То есть мы обучаем именно инспекторов, потому что сейчас требования в зданиях улучшаются. И они когда видят новые проекты, у них просто они не хотят, они закрывают и все, они нанимайте инженера. А они все хотят нанимать инженера на именно маленькие проекты. Да, да, да. Вот. И здесь они проводят именно теорию, теоретическое обучение. Слушай, а если мы можем поговорить, вот если получится у тебя сравнить, да, вот сам процесс обучения, возможно, вот в России то, что ты учился и здесь. Вот как отличается, именно как ты проводишь свой день, да, там, как ты работаешь над материалами, как у тебя происходит взаимодействие с преподавателем, как часто у тебя assignment или там вот это все. Интересно. Ну, я, наверное, прошел через все, потому что начало года у нас шло еще якобы ковидное, и у нас все еще было лекции онлайн, но не все, что было интересно. Какие-то были уже здесь. И там, конечно, ну все равно теряется взаимодействие с преподавателем. Потому что он где-то, не все хотят всегда камеру включать, и теряется именно взаимодействие с студентами, и вот я встречался, такая большая проблема была, именно на выпускном, сейчас недавно, и выпускных долго не было, поэтому выпускались все абсолютно с нашей программы за последние 2-3 года. Было 20 лишних человек, и я просто спрашивал, ребята, вы вечером куда-то пойдете вместе, возможно, там куда-то соберетесь? Мы вообще не знаем друг друга. Мы даже имен друг друга не знаем. Там из одних стран, там, ну, они как-то вместе чуть-чуть соединились, там, какие-то компании, а остальные мы просто не знаем друг друга. Типа, почему мы пойдем, мы не знаем. Вот. И как раз после Нового года, наверное, у нас полностью стало обучение здесь на кампусе, и стало намного как бы проще именно собраться вместе. Там я веду клуб по строительной физике, где мы привлекаем еще из индустрии каких-то людей. Вот. И в плане этом как бы проще именно учеба в кампусе. По сравнению с предыдущей моей учебой, я бы сказал, что курсовые проекты, практически все, они больше полагаются на групповую работу. Это, ну, особенность, наверное, всех программ здесь, что вас все равно учат как-то работать вместе, с чем-то договариваться и так далее. Еще одна, наверное, важная часть – это как оценка, в принципе, в конце состоит. Оценка ставится так, и именно задание в твоем семестре поставляется так, что каждое задание имеет какой-то определенный процент от твоей финальной оценки. И, например, на нашей программе все преобразователи примерно понимают, что домашку достаточно легко списать, достаточно найти каких-то выпускников или еще там что-то, в общем, или кто-то за тебя это сделает, допустим, даже в другой стране такое даже иногда бывает. Вот. Но домашки рассматриваются как практика к экзаменам или, допустим, миттермом, экзаменом посреди семестра. И в каждом предмете, по сути, домашние для меня, например, были 15% от финальной оценки, а домашних достаточно много. И, то есть, вам объясняют, что вы выполняете домашние, чтобы практиковаться, вы должны это знать, не бойтесь там ошибаться и так далее. И ты, как бы, не боишься получить там двойку, и что у тебя финальная оценка куда-то пойдет, там будет с экзаменом связано. Вот. И, как бы, не особо боишься ошибаться, и, наоборот, ждешь фидбэка, наоборот, ждешь, как бы, свои ошибки. Сколько ты их допустил, тебе становится интересно, там, сколько ты ошибок допустил сейчас. Потому что некоторые домашние, они такие достаточно теоретические в некоторых проблемах. Попробуйте запроектировать такое-то решение. И ты должен объяснить, почему мы не можем проектировать такое, и потом ждешь фидбэк, ну, вот именно от преподавателя, именно это. Еще приятно получать разный фидбэк от разных преподавателей, потому что, какие бы ни были профессора хорошие, у каждых иногда есть какой-то любимый путь строить или проектировать здания. И, как раз, когда преподавателей много, и они из разных компаний, ты, как раз, собираешь общий фидбэк у себя, и потом уже можешь принять какие-то собственные решения на этом. На чем в основном базируется оценка? Это групповые работы, в которых вы и учитесь работать вместе, как это будет на вашем рабочем месте. Вы не будете работать в одиночке. И экзамены два. Один в середине семестра, другой, естественно, финальный экзамен. Вот это основные, как бы, составляющие общей оценки. И, естественно, если ты там хочешь по каким-то причинам высокий балл набрать, ты, естественно, все задания выполняешь, все домашние сдаешь, как бы все, пытаешься как можно больше набить. Ну, естественно, и проходные баллы. То есть, кто должен просто закончить программу. Такие тоже люди имеются. Но насколько вот тебе, если можно оценить уровень сложности обучения, то есть, или материал, сложность материала, или сложность, я не знаю, выполнения заданий в сравнении с российским образованием и здесь. То есть, может быть, по объему информации вот как-то можешь оценить? Я бы сказал, что объем информации больше и объем информации именно здесь. Я бы сказал, что объем информации больше, но объем информации полезный больше. К тебе не сводятся, например, экзамены. Экзамены не сводятся к зубрежке. Тебе нет такого, что билет 25, расскажи про такой-то строительный материал. У тебя будет в билете, ну, не в билете, в твоем экзаменовом листе, запроектируй здание с таким-то материалом. И ты должен уже в деталях как бы объяснить, как это все работает. Более практические экзамены и более практические знания, которые ты получаешь, я думаю, в этом такая основная польза и основная разница, которую я принял. По сложности обучения, для меня сложность обучения, как бы моя предыдущая, сводится к сложности коммуникации с преподавателем почему-то чаще всего. Потому что ты делишь преподавателей на суперстрогих, на каких-то подобрея, а чаще всего преподаватели подобрея, которые просто закрывают глаза на твои ошибки чаще всего, и злые, которые просто адекватные, но неадекватных не будем говорить. Здесь, возможно, объем больше именно заданий, которые ты выполняешь, и домашних заданий, которые ты выполняешь. Но преподаватель после занятия, ну, по крайней мере во всех моих случаях, может находиться с тобой там и час, и два, и он ждет от тебя как бы этот вопрос. И я сейчас вспомнил первый семестр, и я вообще боялся задать вопрос. Я сидел просто вот так вот и типа думал, а что я задам, и, допустим, он будет отвечать мне, потратить там свое время и так далее. И вообще все подумают, что я дурак там и так далее. А потом как-то через полгода абсолютно привык. Ну, ясное дело, фильтр все равно есть, но каким бы ни был вопрос странным начало твоей головы, как-то в твоей голове ты подумаешь, что он странный, но ты его задаешь, и как бы ответ-то всегда будет. И ты не боишься задавать вопросы, и в этом и состоит такое обучение, потому что лекции, они больше на диалог такой совместный похожи, чем просто лектор, разговаривающий тебе что-то полтора часа, и ты просто уходящий из кабинета. То есть у тебя взаимодействий больше намного здесь с преподавателем. Окей. А что вот это за такое огромное здание практически построено внутри? Главное здание практически, оно попыталось туда зайти внутрь и посмотреть. Здесь вообще все, что применимо в данном регионе, и все, что... Технологии все, да? А еще и как бы легко инспектируемо в данном регионе, оно как бы, да, применено на разных зданиях, на разных стенах этого здания, внутри тоже разные как бы соединения, и здесь есть отдельный учебный модуль, который именно посвящен этому зданию, и он сейчас будет еще и в других институтах в Канаде, потому что мы как бы подрабатываем это для использования других институтов. А на сколько технологии строительства отличаются вот между провинциями? Скажем, с той же Альбертой, с соседней сравнить? Я думаю, требования отличаются. Именно потому что здесь в PC как бы они приняли этот старт-код, где ты, там, до 2032 года ты должен net-zero building, то есть с налевым потреблением, можно так назвать, net-zero ready. Если ты установишь PU-панели, то да, это будет net-zero, если PEST, то это будет net-zero ready. И как отличается? Может быть, представители и создатели. Это тоже еще один проект, и... Ну, здесь главная развлекательная часть, это то, что вот это все утепление, оно, по сути, привинчено на большие болты здесь, и оно держит все вообще, что ты к нему, в принципе, прикрепишь, будет это алюминиевые листы, будет, не знаю, там, цементная доска, и как узнать, что оно все это выдержит, ты вот встаешь, и вот тебя держат вот болты вот здесь, подходящий способ, куда можно прыгать на нем. Вот. То есть это также показать, чтобы они все поняли, в голове все соединилось. А если посмотреть разницу, то вот, например, такое можно построить в Альберте. Это... Если мы смотрим по включенному CO2 в строительстве, то здесь он как бы негативный, потому что вот вся эта древесная доска... Я даже не знаю... Утепление какое-то. Да, ну, тоже как бы из древесного волокна утепление. Оно как бы сохраняет здесь CO2, и, по сути, это как... На негативный уровень проходит. В Ванкувере ты такого построить не можешь, потому что это все разбухнет... От влаги. Да. Как бы в Альберте ты такое построить банально можешь, как бы в этом проблеме абсолютно никаких нет. Да, потому что там более сухой воздух, климат. Да. Это все продержится гораздо дольше. Здесь много очень ограничений, поэтому я, по сути, здесь изучаю строительную физику. И здесь это развито как нигде, я бы сказал, в Канаде, именно потому что вот такой климат, где гниет абсолютно все. Угу. Угу. То есть ты должен очень как бы внимательно к одному обращаться. Вот эти все стены, разные вариации, там целые книги, чертежей к ним идут вообще, в принципе, на уроках обычно. Это вот все, что ты можешь здесь построить. И различается это там типом утепления, типом соединения, как ты отводишь воду и так далее. Вот. Это все как бы построено именно для правительства Канады. А сколько, вот можешь рассказать немножко о том, сколько люди, студенты, скажем, обучаются вот этому делу всему? То есть сколько длится программа обучения? Программа обучения, ну вот у меня по строительной физике, два года программа обучения, один год курсы, но здесь у нас был такой вводный курс, потому что здесь я сейчас как ассистент, по сути, здесь в этой лаборатории, поэтому я здесь все знаю. Угу. Обычные студенты, у них сейчас мы включаем это в их программы, и этим тоже как бы я занимался, это разработка программ по построительной физике для столяров. То есть что ты им хочешь показать, потому что они не должны знать все как бы, они должны знать основы, что им видеть, что они понимают. Вот. И они здесь проводят сейчас какое-то количество времени, их отдельный курс, который они здесь именно в лаборатории проводят. Угу. Но в основном да, это как бы для столяров и для тех, кто уже закончил BCIT, но видит, что сейчас требования меняются. Технологии новые какие-то появляются. Я это не знаю, я должен это изучить. Угу. И которые им именно нужен отдельным компаниям или отдельным людям. Угу. И правительство BC, по-моему, даже финансирует там большую часть оплаты и покрывается эти программы. Чтобы как бы именно переобучить инженеров. Угу. Так, ну начнем наверное с дальней коробки сзади. Это, по сути, для моей программы установили климатическую камеру, если это правильно назовем это так, где ты испытываешь уже двухэтажные, ну, размеры, как-то со стены размером с два этажа. Угу. Ты можешь создавать разные климатические условия и как бы испытывать стены. И это, в принципе, чуть ли не единственное. Кстати, единственное в Канаде. И здесь вот именно будут испытываться вот такие большие соединения. Вот эта черная коробка, это как раз так и главные изменения, из-за что эта лаборатория получила много призов именно в Канаде. Потому что там находится все оборудование, которое позволяет записывать и проводить онлайн-курсы. Угу. И онлайн-курсы, это не просто где ты пролистываешь презентации под звук какого-то преподавателя. Это где именно у нас прикручена к швабре камера. И вот я именно бегаю с этой камерой по всей лаборатории, показываю все общестроения и так далее. Что именно, ну, у тебя есть обратная связь, и тебе показывают именно как это происходит. И, ну, просто увлекает больше студентов. Класс. То есть очень интерактивно такое, да? Да. И после этого у нас студенты появились из Австралии, Новой Зеландии. Весь им благоговорящий мир, которому это как бы интересно. Ну, и где такие технологии применимы, да? Да, где это применимо. В принципе, студентов, ну, приваялось именно на онлайн. Класс. Потому что, в принципе, на парт-тайм тебе не нужно, ну, как-то это оформлять. Ты можешь получить этот курс как бы из любой страны. Да, да, да. Поэтому это важно. Андрей, расскажи, вот буквально несколько лет назад, ну, где-то года четыре или пять, такая проходила новость, что вот в Британской Колумбии приняли какой-то новый билдинг-код, да? И разрешили строить дома из деревянной конструкции полностью, вот как строят обычный резиденшал, там, двухэтажный, да? А сейчас разрешили строить до 12 этажей в высоту. То есть, с чем это связано и почему, ну, то есть, как-то или технологии улучшились, или почему вот именно такие высокие здания разрешают полностью деревянные строить? Ну, связано с тем, что инженеры наконец-то вспомнили, что они строили такие здания, там, сто лет назад. Ага. И одно из зданий стоит до сих пор в центре Ванкувера, по-моему, восьмиэтажное, что ли, построено. В принципе, по той же технологии, но чуть упрощенное. А в основном, потому что сейчас инженерная древесина начала использоваться, и это как CLT, просто ламинатный тимбр, где у тебя пересекаются ламели дерева одно на другое, поэтому по структуре ты можешь просто это здание вынести больше массы. Прочное, да, очень? Да, оно просто прочнее. И особенно сейчас с развитием как бы соединений, что-то подсказывает мне в голове, что сейчас можно строить до восемнадцати этажей. Я точно знаю про двенадцатиэтажное здание, одно в UBC построено, это общежитие, и можно найти много этой UBC Commons, Pro Commons называется. Вот, можно загуглить, как бы там есть видео абсолютно про все. Но связано с тем, что да, как бы пожарные урегулирования в этом плане тоже становятся как бы, я бы сказал, что оно улучшается. Потому что да, ты не можешь построить просто из дерева, ты должен там разбить какими-то пожарной защитой через определенное количество этажей. Но суть в том, что когда ты поджигаешь CLT, вот эту панель, она покрывается по сути вот нагаром, можно это так назвать. И оно не пропускает кислород внутрь, и поэтому горение по сути останавливается. То есть ты когда поджигаешь, но там проходили пожарные испытания CLT в принципе домов, там двухэтажное было в июне, оно конечно горит очень ярко. Типа первые пару минут оно так хорошо, но так если чистое, особенно дерево, оно достаточно хорошо, если не защищенное ничем. Оно полыхает достаточно ярко, но через пару минут огонь останавливается. И сама суть вообще пожарной безопасности в этом, чтобы здание, оно дало людям выйти там с определенной защитой, и оно не обрушилось. И как бы пока эти два, можно сказать, свойства выполняются, то можно строить как разрешают. И да, с развитием как бы технологий, с развитием соединений металлических сейчас можно строить и выше. И в Ванкувере именно, и в Торонто особенно, и в Ванкувере много проектов именно развивается в этом направлении, потому что все беспокоятся о выбросах CO2 и все могут, хотят как можно больше в проекте как бы сохранить, как мы говорили про одну из стен. И вот используя именно дерево вместо цемента, мы именно выиграем на этом. Более экологично. Здесь как бы большая тема для обсуждений. Да. Я думаю, в этом определенная причина. Еще интересно, какой вот у вас состав, допустим, студентов на программе, по крайней мере то, что ты можешь объяснить или может быть то, что видишь по другим программам. Какой состав студентов примерно. Интересно и возрастной, и интернациональной. Ну, если смотреть, ну это, наверное, нужно разделять потом, какое именно образование. То есть, если это программа бакалавра, то это чаще всего выпускники школ. Ну да, более молодые. Да. Да. Дипломные, я бы сказал, тоже. Потому что те, кто также хочется учиться один-два года и пойти куда-то дальше. В BCIT, в другое учебное заведение в BC. То есть, в этом проблем нет. Это хороший путь достаточно. Если мы берем именно сертификаты, то это чаще всего люди, которые уже отработали. То есть, вот центр, в котором покажем видео, я думаю, там в основном обучается вот именно программа сертификатов. Те люди, которые уже получили образование инженеров, или там диплома, и которые просто хотят получить дополнительную информацию. На программе магистра, естественно, из-за требований предыдущих, ты должен быть как бы старше. Но я удивился, потому что как бы все равно программа магистратуры, например, в России, ты все равно приходишь, и общий возраст 23 года. Ну, примерно. Потому что все обычно идут сразу на магистратуру. 22-25, возможно, кто-то работает год-два, но не особо как бы ждут перед магистратурой. Здесь, на моей программе, мне вот 26 лет, примерно тех же лет у нас, наверное, из 22 человек в среднем, скажем, человек 5-6. А остальные? Где-то 30 процентов. У нас есть человек, например, которому 57 лет, который тоже нужен на программе магистров. Вот. Средний возраст, я бы сказал, 30-35 лет. Вот, возможно. Это просто человек, который уже отработал несколько лет, который хочет получить что-то еще или, например, переобучиться в чуть другое направление. Он идет на эту программу. По именно составу национальному, вообще в BCIT, и я узнавал из документов как бы открытых, у нас 50 с чем-то человек, по-моему, из России и Украины. Да это что? Да. Это редкость. И из них всего, по-моему, 18 – это те, кто не резиденты. То есть это именно international students. Вся остальная часть, то есть там 30 с чем-то человек, это, по сути, люди уже с резидентством, которые здесь уже живут, которые просто как бы отметили Россию и Украину как место, откуда они приехали. Вот. И поэтому, когда был разговор о каких-то послаблениях, возможно, или предложениях для украинских русских студентов, те, кто именно сюда приезжает по разным причинам, они именно пришли к тому, что будут решать именно по каждому случаю отдельно, чтобы, во-первых, не приоритизировать, ну, относительно других стран, потому что проблемы есть во многих странах, и вторая причина, потому что, ну, просто студентов мало как бы и… На всех не хватит, да. И нет необходимости разрабатывать какую-то отдельную программу, вот, но если у тебя есть какая-то проблема, ты можешь обратиться за помощью, и это как бы, ну, хороший вариант. Да, ну, это сейчас так поступает большинство колледжей, университетов, которые выделяют какие-то программы помощи студентам, да, украинским и русским, российским. Вот. И, конечно, они все говорят, что мы кейс-бай-кейс рассматриваем индивидуально, то есть человек должен обратиться, рассказать о своей истории, и тогда мы рассмотрим помогать и в каком объеме помогать или нет. Вот. Ну, да, я так думаю, это большинство так делает сейчас. Потому что вот я также узнавал, допустим, а какая помощь может быть. Угу. И это может быть отсрочка. Угу. 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 Ну, по крайней мере, они разделены. Угу. 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 наверное так побоюсь потому что это всегда помаленько да андрей расскажи еще вот я давно хотел задать вопрос этот и наверно ты правильный человек который может ответить на него более менее аргументированно я каждый раз когда записываю видео там а строительство домов всегда показываю что дома строится полностью с деревянных опалубки дату сеть деревянная конструкция полностью и часто прилетает вопросы типа это это ну вернее замечание такое что это якобы ненормальные дома и они очень шаткие вообще они разваливаются и это ненадежно и они какие-то не такие ты можешь рассказать почему в канаде допустим строительство в основном деревянных домов почему здесь так принято да то есть в чем есть преимущество в чем недостатки разделять мы говорим про частные именно дома до больше частных вот два-три этажа максимум частные дома что составляет стоимость это в основном лот земля да и большей части сами работы то есть не строительные материалы вот можно построить на самом деле типа нет плохих стен бетонные стены железобетонные отлично кирпичные стены там прекрасно для всего есть свои как бы цели там лаборатория показывал допустим 45 стен или так далее их может быть тысячи разных все зависит от того в каком регионе ты строишь и для каких целей если ты построишь дом который будет железобетонные супер крепкий для чего тебе такая ну той жуткость именно конструкции как бы какие у тебя требования если тебе нужно какие-то выполнить свои хотелки в голове то строишь за бетон никто тебя не остановит почему именно здесь выбрали строить деревянные чаще всего ты видишь деревянное да а потому что во первых больше людей обучено чтобы переобучить именно рабочую силу именно учебные программы развития и так далее это большие вложения плане строительства жилья я бы сказал что это достаточно быстро то есть особенно сейчас когда ты можешь панельное строительство когда тебе принципе те главное что площадка была готова и те могут дом построить системы там и крышу за день за пару дней все переведет просто ближе уже работа в закрытом доме то есть сейчас все начали не любить именно бетон потому что идут большие выбросы именно при производстве сейчас естественно там компании с бетоном пытается улучшать свои технологии чтобы меньше было выброса потому что мы вынуждены все равно ты не можешь построить есть эти такие моменты когда ты строишь стены в бейсменте именно деревянные абсолютно весь фундамент строишь деревянные такое есть но лучше это не применять естественно если ты хочешь ну чтобы то есть мы вынуждены принимать бетон все еще но мы хотим минимизировать потому что идут большие выбросы именно co2 при его производстве и это сейчас является достаточно такой большой движущей силы на самом деле то есть даже если был бы какой-то взлет бетона там последний там ну допустим последние пару лет то вот именно вот это гонка за безопасности именно природик в отношении природе она бы это остановила в любом случае то есть сейчас именно деревянное строительство почему стоит и 18-этажные дома из дерева это именно проблемы именно как раз таки и связанные с окружающей средой здесь именно деревянное строительство некоторые говорят что это недостаточно жесткая но там крениться она валится она гниет а потому что люди боятся предыдущего опыта плохого здесь если ты строишь дом во первых у тебя должен быть билдер по сути строитель которого есть сертификацию что может строить в этом регионе после билдера также билдера должен пригласить инспектора в дом который придет и также посмотрит то есть можешь ли ты это строить соответствует ли это местным каким-то минимальным нормам то есть наша программа связана именно с тем чтобы обучить если кто-то строит выше минимальных норм на минимальные нормы все выполняются здесь поэтому даже с покупая дом у кого-то ты знаешь что он имеет определенный уровень качества да то есть он конечно может иметь разное качество от срока когда он был построен и какие нормы были выполнялись но есть стандарт по которому был построен хотя бы минимальный еще интересного мы говорили о сложности обучение программы до в целом очень многие вот особенно из наших студентов которые собираются переезжать они всегда рассматривают возможность еще параллельно подработки во время учебы да ну потому что понятно что хорошо когда есть дополнительный куда доход он покрывает какую-то часть обучения как ты оцениваешь вот насколько реально еще допустим вот эти 20 часов в неделю которые разрешены работать парт-тайм да насколько это возможно вообще в плане это такое будет личное обращение в камеру давай в плане финансов вы посчитали бюджет вам столько нужно вы решили что сможете работать в первом семестре сомните от листочек выкиньте вообще ничего не будет работать абсолютно абсолютно особенно финансовая часть вы провалитесь это сто процентов я не знаю кто смог вообще вот не знаю вы возможно будет смотреть видео сколько стоит жизнь в ванкувере сколько стоит жить в канаде и это чаще всего какие-то супергерои из южной азии которые просто и как они живут на еду 300 там долларов в месяц но это невозможно особенно на сегодняшний день чем это нужно питаться даже из инфляции банально дороже сейчас вот то есть я позавчера кстати мы с женой открыли мою финансовую табличку которую я сделал до я специальный сохранил мы просто смеялись потому что но расходы в 2 раза наверное меньше чем мы рассчитывали по работе я точнее вы рассчитывали в 2 раза меньше чем в итоге оказалось потому что мы рассчитывали 2 раза меньше оказалось два раза больше 2 и еще чуть-чуть ну поэтому необходимость подработки еще вроде как Если вы посчитали что-то финансовым, вам это кажется хорошим, умножайте на 2 и вот столько вам надо денег. А в плане подработки я сразу для себя отсек любую подработку в первом семестре. Потому что сейчас, например, после первого семестра, после всего стресса переезда, потому что, я не знаю, если вы не были здесь, в говорящих странах, именно в учебном плане, Да, в этой системе обучения. Вам будет абсолютно все по-другому, вы будете в таком стрессе первые пару месяцев именно от нового места, от новых людей, от нового обучения. И вам будет просто сложно все совместить, даже если у вас будет свободное время, вам будет казаться, что у вас его нет абсолютно. Я начал подработку именно после нового года, после первого семестра, когда отучился, закрыл особенно обязательные все предметы, после которых меня не так просто выгнать отсюда. Как бы это сейчас опцией не является, но все равно это был такой страх внутренний. И после нового года, да, естественно, я пошел там в ресторан работать, готовил суши там пару месяцев, вот, потом получил офер, в принципе, отсюда от BCIT, и здесь как бы уже продолжил ассистентом здесь работать. У тебя жена, наверное, любит суши, да? Это намного проще. Жена, она сейчас работает в ресторане японском, поэтому, ну, не особо уж. Понятно. Я сам не особо их как бы любил уже, потому что на 3-4 месяц этих вот одних и тех же действий. Катание роллов. Ты уже смотришь на уже 300 такой, нет. У тебя само это как-то переходит в твою домашнюю кухню. Как разлюбить суши, да? Еще один, если едете, не знаю, особенно в Ванкувер, начинайте смотреть азиатские кулинарные тиктоки уже сейчас, потому что вы просто придете в магазин, вы увидите это количество продуктов, и у вас будет, типа, вообще никаких идей, как это использовать правильно именно в готовке. Это же абсолютно неизвестные продукты. Сейчас, да, вся эта азиатская кухня, она уже переходит у меня в дом уже, непонятно как у меня появляются эти пачки с только иероглифами из английских букв там и так далее. Какие-то непонятные грибы. Мешок риса 30-килограммовый где-то лежит уже, у меня уже все, немножко такая полукитайская семья создается. То есть ты работал в ресторане какое-то время, да? Да, вот потом как бы переход именно сюда, но тоже так бы, если вы там думаете, 20 часов всегда будете работать, то это иногда даже много, потому что здесь, например, на моей программе у меня не так много на самом деле курсов, то у меня большая часть это исследование. И я могу себе позволить там, ну, мне оптимально работать часов 16. 20 я уже чувствую, ну, что немножко так многовато. Если это программа какая-то бакалавриата, в котором у тебя курсов огромное количество или дипломные, я вообще бы побоялся работать. Ну, то есть ты... Рискуешь сразу, да? Да, ты все равно как бы проигрываешь, особенно в первом семестре. Поэтому такой совет. Финансы не считайте на первый семестр. Приедьте сюда, посмотрите, сдайте первые экзамены, посмотрите, как у вас по времени именно в вашей программе, потому что все абсолютно меняется в программе к программе даже здесь. И потом уже возможно, да, возможно, я хочу работать. А что по поводу оплаты? Это только будет минимальная оплата, если это такие вот студенты, на которые парт-тайм, да, или можно там чуть выше искать? Ну, допустим, там идти в ресторан, или кто-то вейтрас идет, там, вейтер, да, или, не знаю, в Старбакс идут работать. Ну, чаще всего, конечно, ну, для приезжих, сразу приезжих, естественно, вот все вот эти вот survival jobs, они созданы. То есть можно выбить себе зарплату там не минимальную, а, допустим, моя была 17, но моя была 17 просто потому, что я пришел и сказал, типа, 17 или нет. То есть, ну, в плане переговоров, как бы, это все оговорится. Ясное дело, что выше там никто, ясное дело, не даст. Это такая верхняя граница, я бы сказал. Я достаточно так рисковал в этих переговорах, вот. Но мне не очень нужно было тогда работать именно там, и поэтому я как бы пошел на такой небольшой риск в этом плане. Вот, и мне дали как бы такую, но если сравнивать там, что даже здесь в лаборатории, какая зарплата, ну, это не идет как бы сравнение. И по-хорошему, если рассчитывать на какую-то зарплату, там, прям брать провинциальный минимум, по-моему, 15-65 что-то. 15-25 было или 25, да. Сейчас, по-моему, повысили немножко. И вот рассчитывать именно по минимуму. А, если с вами кто-то едет, допустим, жена, супруг и так далее, это тоже в моей великолепной табличке было 40 часов в неделю, не будет 40 часов в неделю, скорее всего. Потому что если будет работа в одном месте, то, скорее всего, будет около 35-30. Возможно, даже меньше, потому что не всегда есть смена, как бы для работы, а больше уже потом не особо захочется, потому что, ну, там, ты, возможно, приедешь с такой идеей, ой, я сейчас буду работать по 15 часов в день. Приезжаешь, живешь два месяца и такой, а хочу ли я, типа, работать? Да, особенно в Ванкувере, да? Ну да, хочу ли я этого? Возможно, я могу там три выходных в неделю иметь, остальное работать. И вот как-то, то есть, брать именно там везде посередине, то есть там, если это оплата минимум, если это по часам, там, не больше 30, то есть быть таким реалистичным. И расходы, соответственно, чуть выше, чем вы изначально. Да, и расходы, да, как бы посмотреть, сколько вам примерно кажется умножить на 1,5-2. То есть вот примерно такой бюджет у вас должен быть, чтобы не бояться, как бы, и не просить помощи, когда не захочется. А интересно, как ты вот уже упомянул, что ты получил работу здесь на кампусе BCIT, да, по сути, в своей лаборатории. Как вообще это получилось? Тебе повезло или что-то, это какое-то стечение действий? Я все время все свои работы свожу к везению. Сводил, точнее, раньше. Сейчас я уже так немножко по-другому думаю, но все, что у меня раньше получалось, я все время, а, мне повезло, мне повезло. И моя работа здесь, например, я послал имейл менеджеру этой лаборатории, на которой, конечно же, никто не ответил, о том, что кому это надо. Да, я просто как дурачок строчил всем подряд, чтобы как-то найти какие-то connections и так далее. Но я отправил ему еще, когда я был в России, по какой-то другой теме. Это была какая-то, ну, не просто там, возьми меня на работу, это был какой-то вопрос именно, который интересовал меня, вот именно связанный с работой лаборатории. То есть тогда мы как раз познакомились. Потом я приехал, мы случайно тоже опять познакомились, встретились, поговорились. И вот я там где-то немножко помог с этим, помог с этим. И, по сути, вот сам, наверное, оффер я получил практически через год до того, как я познакомился, например, с этим менеджером, с этим человеком. Есть с работы много именно на кампусе для студентов, но это, опять же, минимальная оплата. Вот, то есть здесь можно работать где угодно. Именно попасть сотрудником, вообще можно не рассчитывать на это, я бы так назвал. Потому что есть даже много желающих, но ты должен что-то предложить. То есть ты более чем две твои руки как бы... Или у тебя уже опыт работы должен быть, да, или опыт преподавания, в общем, что-то такое существенное. Ну да, почему, то есть меня здесь, потому что поняли, что у меня есть, ну, допустим, это образование, которое я уже получаю здесь. То есть если я приехал, и что-то мои предыдущие знания, их никто, по сути, не учитывает. Если я проучился здесь полгода, у меня хорошие оценки, у меня там какую-то организацию там создал, я как-то двигаюсь, они говорят, о, может, там что-то предложить. И мы его уже знаем. То есть здесь сейчас вот программу, например, строительной физики для стилеров. Вот я, по сути, занимался такой ее именно разработкой. Именно потому что у меня такие более академические знания, им нужен был кто-то, кто вот может это именно посмотреть. все ли правильно, где какие ссылки, к чему везде ссылаются, к каким стандартам. Вот такая именно работа. Если у вас просто две руки, и вы пишете, мне нужна работа, то, скорее всего, это будет минимальная ставка, работа в кампусе. Понятно. Какие у тебя вот дальнейшие планы, конкретно у тебя, или расскажи, какие могут быть карьерные планы у тех, кто выпускается с такой программой, с мастерс, да, то есть вот на какие работы, профессии, ну, точнее, позиции они могут претендовать? Что я понял, за все это время вам действительно должно быть это интересно. То есть, если вам не интересно, какой это именно стройка, вам не интересны все эти технологии, потому что есть одна такая, я назову это фичей этой программы, это мастерс программы, и ты получаешь PNP вроде, провинс номинии, то есть ты получаешь номинацию от провинции после окончания этой программы, и это, по сути, ну, как билет просто на пиар, ты просто ждешь, тебе остается только ждать время, и некоторые студенты, они именно идут на эту программу, чтобы получить пиар. Да, и это, то есть никто как бы, ну, не скрывает, все как бы это просто принимают, и преподаватели тоже примерно это принимают. Но проблема в том, что тебе опять же нечего будет предложить. То есть, после любого образования будут такие же собеседования, ты опять же должен показать свои, не знаю, проекты, которые ты делал, ты должен что-то, как бы, рассказать об этом. То есть просто отсидеться вряд ли получится. Отсидеться вообще никак не получится, ты должен, там, есть учебная программа, есть твое свободное время, если вот твое хобби не связано со строительством, твоей жизненной интересы, возможно, ну, там, нахождение работы, возможно, будет какой-то вопрос. Если тебе это интересно, выпускники в целом из этой программы разбиваются, просто, ну, то есть, выпуск идет, все, все нашли работу. и находят работу именно по специальности, вот именно по строительной физике, вот именно, потому что много, особенно, компаний развито именно в этом. Будет это научное направление, будет это какое-то инженерное, вот, найти работу не проблема. Ну, мне кажется, вот полезно, да, во время программы, ты рассказывал, что приходят компании реальные, которые вот участвуют в проектах, и можно с ними уже какие-то контакты налаживать, да, и в принципе... Они примерно так и говорят. То есть, я, допустим, еще не доучился год на этой программе, мне предложили уже из четырех компаний, как бы, закончишь там, ну, допустим, потому что никто, естественно, не хочет брать инженера на парт-тайм, потому что нет смысла в этом, но все прямо говорят, закончишь, типа, вот, ты крутой там, допустим, отправляй, все поговорим, как бы устроим. Поэтому, если говорю, если вы развиваетесь, как бы в этом направлении, где вы учитесь, если вы имеете эти связи с преподавателями, с гостевыми какими-то лекторами, то нахождение именно работы нет абсолютно никаких проблем. То есть... Круто. Нет, это достаточно, да, круто, и при этом для меня, то есть, вот это провинциал на мини-программ, это такая, это как дополнительная... Это такая морковка, морковка. Очень приятный бонус, который ты просто в конце получаешь, и все, как бы... И дальнейшие планы, это как раз, наверное, использовать это провинциал на мини-программ, потому что... Логично. Это просто первое. Да. Просто подаешься опять на Postgraduate Work Permit, и отдельно подаешься на пиар, и ждешь. Да. Работаешь, это какое-то время, и потом, пока что сейчас, пока у меня есть какой-то запал, наверное, после получения именно пиара, как такового, наверное, на PSD. Даже так? Да. Потому что у меня... То есть в этой программе есть PHD еще? В этой программе нет PHD, в этой программе есть связи для PHD. Ага. То есть, если ты проводишь какое-то исследование, которое длится год, тебе приходится кому-то отправлять имейлы, с кем-то контактировать, находить чьи-то исследования, или здесь в Канаде, с ними находить какие-то связи. И руководителем этой программы, он был, по сути, как это, чьер, это, наверное... Главный какой-то распорядительный. Ну да. Назовем это главным человеком, можно сказать, назовем это, если есть мир исследований, то он президент исследований в Канаде, из ТК, Нарканта. Компания, ну не компания, институт. И вот он там был, чьер, по-моему, как это знаешь, у нас это называлось, глава наблюдательного совета, это вот что-то такого. Можно что-то... Самый такой главный, да? Вот он был, и они все счастливы, что они именно его поставили в главу здесь программы. То есть, если ты проводишь свое исследование не с целью его закончить, а с целью именно что-то исследовать, то у него контакты по абсолютно, наверное, всей Канаде. Если ты хочешь пойти куда-то на PHD, то там письмо от него, это, наверное, тоже такой билет для PHD достаточно простой. А уже куда там, будет это Монреаль, будет это там UBC, но я не заглядывал в этом дальше двух месяцев вперед. Вот у меня, не знаю, но это мой самый близкий план. Да, да. В PHD еще очень хорошо, что многие университеты, PHD это только в университетах, насколько я знаю, то есть, многие PHD программы, они спонсируются государством, и можно получить хорошие стипендии. По сути, для многих студентов, аспирантов PHD, да, они учатся практически бесплатно. Вот, потому что многие исследования такие, они спонсируются именно государством. Друзья, приехав домой, и отсмотрев весь материал, который я снял, я с большим расстройством обнаружил, что часть разговора нашего просто оборвалась по звуку, и видео есть, но не было звука. Эта часть касалась разговора про учебу. Андрей рассказывал много интересных вещей именно из его опыта обучения или нахождения в Канаде вот уже на программе обучения. Вот, поэтому, к сожалению, эта часть не вошла в это видео. Вот, но я надеюсь, что все равно видео вам понравилось, потому что, конечно, большую часть всех наших разговоров, диалогов и рассказов Андрея о тех или иных вопросах, они, конечно, вошли в это видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось, однако, если все-таки вам стало еще интереснее, может быть, узнать больше про учебу в Канаде вот именно от первого лица, да, от студента, который, в принципе, до сих пор находится в процессе обучения, и у Андрея такой нетипичный кейс с уже трудоустройством на кафедре и так далее. Вы сами это, может быть, видели. Поэтому, если вам интересно, напишите, дайте мне знать об этом в комментариях, тогда, возможно, мы продолжим наш диалог с Андреем, или остались у вас какие-то вопросы к текущему, да, студенту в Канаде, или, может быть, по его профессиональной деятельности. Пожалуйста, пишите в комментариях, и мы эти вопросы постараемся осветить в следующей нашей встрече и рассказать, ответить на них. На этом буду заканчивать. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Если так, оцените его, пожалуйста, поставив лайк. Это будет полезно алгоритмам YouTube, для того, чтобы он знал, что такое похожее видео можно рекомендовать вам или кому-то еще другим, кому это будет интересно. Ну, а я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!